Слава Украине! Приветствуем от Полонского. Ближний Восток опять. Сейчас стало известно, что самолеты Соединенных Штатов Америки, бомбардировщики Б-1, летят в сторону Персидского залива, вылетели из Великобритании и будут пулять ракеты по базам террористов в Ираке и, наверное, наверняка в Сирии и, наверное, в Ираке. По Ирану вряд ли кто-то будет что-то делать. Сколько уже дней прошло с момента обстрела американской военной базы, это, знаете, это как реакция приблизительно такая, как вот у жирафа. Его там скунс укусил за копыта, а у него пока дошла реакция до шеи, то скунс уже успел убежать, жениться, завести детей и сдохнуть, а только после этого жираф копытом махнул. Вот это приблизительно то же самое. Они сейчас летят бомбить, выпустят, я не знаю, там, может, десятки, ну, там, если несколько бомбардировщиков, значит, соответственно, будет несколько десятков крылатых ракет, которые разнесут стоящие давным-давно пустыми лагеря иранских прокси в сирийской и в, скажите мне, в Иракской пустыне. Палатки полетят по ветру. Пустые палатки, понятное дело, никого там не будет. Они давным-давно смылись. Ну, они же не идиоты, они кто угодно, они там террористы, они бандюки, бармалеи, но они же, они не похожи на идиотов, да? Им же было понятно сразу же, то есть, что американцы, то есть, когда им стало, не, они ждали, они ждали, но когда начали американцы вывозить свое посольство из Ирака, соответственно, этим стало понятно, что, значит, их цели, ну, будут подвергаться атаке. Конечно, они были заранее готовы и все оттуда вывезли. Осталось там парочка макетов крупнокалиберных пулеметов, два десятка пустых ящиков из-под снарядов и один там, наверное, обнюханный где-то лежит какой-то басмач, который просто не в курсе дела, он пролежал всю неделю под кокаином, да, и вот это там он и валяется, продолжил там лежать. Вот это единственная, наверное, будет жертва этих всех, как говорится, авианалетов. Конечно, понимаете, когда что-то хочешь делать, все-таки американцам советую учиться в этом плане у Украины и у Израиля. Это две страны, которые что-то еще пока что делать умеют, да? Все остальные просто обкаканцы в этом плане и не годятся вообще никуда. Вот, то есть, не надо делать огромный такой, знаете, аду из-за мах. Вот мы сейчас, мы такие, великая страна, мы сейчас вот развернемся. Не, ну сейчас уже на следующий день просыпаются, ну сейчас уже точно развернемся. Вот так уже развернемся и на третий день встают, да нет уже, вот совсем точно развернемся, как маханем. И идут спать опять, да, а потом же с утра поднялись, чизбургер сожрали, да нет, вот сейчас уже сильно шарахнет. И вот так вот, да, две недели, или сколько там, три недели шарахают, вот. Ну понятно, что тебе все спрятали давным-давно. Вся эта операция просто показывает недееспособность Америки в чрезвычайных ситуациях. Кстати, посмотрите, как в этом плане красиво. За Украину просто молчу, наши просто красавцы, мах, наши просто супер. Но израильтяне тоже не отстают, они вот, если кто-то последние дни замечал, как работают израильтяне, никакой афиши, ничего, тихонечко, взлетели, разнесли, только получили какую-то оперативную информацию, да, без шума, без пыли, без предупреждений, без эвакуации, ничего, без ничего. Разнесли склад, разнесли аэропорт, там аэродром, там поле, там, 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 никто об этом не знал. То есть, Бармалеи узнают о том, что их отработали тогда, когда уже, это последнее, что они осознают, да. Вот, и вот это я называю высоким классом операции. Не путать с 7 октября, когда те же израильтяне, я никогда не поверю, что это было без, без участия Натаньягу или кто там у них тогда был. Просто не поверю, то, что произошло, этого не могло быть, потому что этого быть не могло. Вот, ну сейчас, ладно, сейчас работают. Вот, и военные, по крайней мере, работают там, где, там, где им кое-кто не мешает работать. Вот, и это действительно является хорошим показателем класса того, как работает разведка, и как немедленно после получения информации от разведки отрабатывается определенная цель где-нибудь в Дамаске, или вот в Донузлаве, да, как наши отработали, наши вообще красавцы, или в Ярославль дрон залетел. Вот это я называю красивой работой. Вот, а когда ты две недели или три недели расскажешь о том, какой ты великий и могучий, это напоминает действия одной очень большой лапотной страны, да, размах на рубль, а удар на копейку. Субтитры создавал DimaTorzok